Добрый вечер, друзья! У нас вечерний вопросик. Мне 39 лет, характер тяжелый. Да, не умею выторговывать для себя приемлемые условия труда. Видит, что ответственный, бессовестно заваливают работой. Итог. Сгораю и ухожу. С каждым годом находить новое место сложнее и сложнее. Не успел устроиться, требует, чтобы задерживался, а я не могу. Почему? Все очень просто. Мой отец и мать вечно были на работе, а вырастил меня голубой экран Сенкевич и Дроздов. Еще при большевиках задерживались, значит. Так. Когда родители приходили от усталости, валились с ног, им было не до меня. Я поклялся себе, что никогда не буду поступать, как они. Буду участвовать в жизни своего ребенка и буду оставлять силы и время для него. На работе Давид объяснил, что мое время не мое. Оно принадлежит моему сыну. Давление продолжается. Не привык сглаживать углы. Вот-вот пойду на обострение. Итог, скорее всего, увольнения по собственному желанию. Как бы поступили вы? Значит, как бы я к этому делу отнесся. Я видел людей, которые выговаривали себе определенные условия труда. И в силу того, что это люди, как бы хорошо работавшие, делающие хорошо свое дело. Не то, чтобы вот на каждом углу там по 10 человек таких стоят и ждут, что его там какой-нибудь трак в кузов посадят и увезут. Вот. То им удавалось это все выговаривать. Я бы не сказал, что это какой-то особый труд. Но вот, например, я работал в стартапе. И этот стартап был не просто стартап, а этот стартап шел на то, что вот он должен был в паблик выходить. Понимаете? Это значит, что там люди и по 60 часов в день работают, никто не пикнет. Не в день, а в неделю. Потому что выходят в паблик. Я помню, приходил иногда, так там люди спали, ночью спали. Вот я рано приходил, я ребенка в школу закидывал там к 8 и приходил. А я прямо напротив школы. Ну вот 8-10, 8-15. Я прихожу, они спят там на диване. Вот. Значит, так без постели, без ничего там прям в шмотках лежит и спит. Да. И вот в этом самом стартапе вот со мной работал девочка. Наша соотечественница. У нее муж, ребенок. Вот ребенок был маленький. И она выговорила себе, что она будет там укладываться в рабочий день, но она не может, потому что у нее маленький ребенок. Я сказал, ну хорошо. То есть, все-таки, когда есть договоренность, это лучше, чем когда договоренности нет. Я понимаю, что есть люди, у которых нет такого понятия, как слово или уговор доложить дороже денег. То есть, сколько хочешь таких есть. Больше того, если ты как бы податливый, то есть, допустим, тебе говорят, и вроде бы и договорились, но как бы, а все равно сказали, и ты все равно сделал, то вроде как уже и договора никакого не было. Понимаете? И когда ты делаешь как бы в порядке исключения, раз сделал, два сделал, вроде как уже и норма получается. Во всяком деле, конечно, очень важно границы какие-то, чтобы они были установлены, чтобы они соблюдались. Понимаете? И во многих отношениях с детьми, например, тоже, они все время щупают границы. Вот так раз, отошел, и все, и граница сдвинулась, еще сдвинулась. До тех пор, пока ты позволяешь кому-то границу сдвигать, он будет смотреть, где будет, где встанет и не пойдет, вот где, докуда можно еще сдвигать. Я даже не проводя прямых параллелей, но я хочу сказать то же самое, например, когда вот я собачку завел и впервые столкнулся с этим, с воспитанием, так сказать, животного. Собака так устроена, она, если вот, допустим, нет топ-дога, да, вожака, она, естественным образом, становится вожаком. Инстинкт такой, она так устроена. Поэтому, значит, есть договоренность, есть граница. Вот давайте о границах. Границы должны быть четко установлены. И неприятно человеку, начальнику, например, неприятно, когда он взял человека, и вдруг тот начинает какие-то устанавливать границы, которые не были оговорены. Очень часто бывает, что у того, кто устраивается на работу, у него одни границы на уме. У того, кто нанимает другие. Бывают люди, у них вот такое непонимание. Да. Но, если уже что-то оговорили, если для вас это важно, если вы знаете, что, ну, как бы из опыта, что в это влетаешь. Ну, так вы должны сказать, я вот так и так, но вот я сверхурочный и не работаю. Вы можете сказать, как бы, в положительном ключе, вы можете сказать, я очень ответственный человек, я хорошо делаю то, что я делаю. Я за свои, там, 8 часов делаю больше, чем, там, большинство людей делают за 10, а то и за 12. Но у меня есть условие такое, что я не могу работать сверхурочной. И это связано не с тем, что я не хочу, там, или, допустим, физически не могу, но это связано с моими семейными обстоятельствами, которые я не могу обсуждать, но которые есть. То есть, вы говорите, у меня есть семейные обстоятельства, в силу которых я не могу работать сверхурочной. А там дальше дело такое приватное, я как бы не хотел бы никого посвящать, ну, вот такая вот у меня ситуация. И одно дело, я вот такой человек, а другое дело, у меня такая ситуация. Люди говорят, ну, в чужую ситуацию войти проще, чем, например, сказать, надо же какой, о, как, смотришь на него. Вот, поэтому, тем более, если вы делаете какую-то профессиональную работу, и, как бы, хорошо делаете, и так далее. А почему нет? Гораздо проще сразу договориться, чем потом, вот, как-то менять правила игры, потом начинаешь себя накручивать, и в конце концов уже получается, что все, что остается, это взять и уйти. Да, ну, да. Вот, поэтому я не думаю, что это сложная ситуация. То есть, если сразу правильно сделать, так и все. Если вдруг, вроде договорились, и начальник приходит и говорит, вы знаете, вот я там хотел бы вас попросить в порядке исключения, там, я знаю, мы договаривались, вот в такой-то день выйти, там, на 2 часа позже. Да, значит, вы ему не говорите, ну, в порядке исключения не вопрос. Вы ему говорите, я должен, там, договориться, сделать какие-то, как у нас говорят, arrangements, да, то есть, договориться, там, с людьми в семье, чтобы они на этот момент меня, там, подменили, заменили. В порядке исключения могу. Но дальше, а можете сказать, я извиняюсь очень, но не получается. Сказать, давай лучше я где-нибудь еще что-то, как-то там, где ты еще. Не знаю, как и где и что. Вот, но даже я не знаю, стоит ли на эту тему дольше разговаривать, поскольку, это знаете, что еще? Вот началось письмо со слов, что вот я такой человек, что характер у меня тяжелый, я не умею договариваться, я не умею выторговывать для себя. Ну, вы же зарплату, это самое, обсуждаете. Есть какие-то условия, ну, я не знаю, там, конкретно, в той или иной стране, там, я не знаю, откуда человек из России, там, Украины, Беларуси, но, в принципе, у нас, вот, человек выторговывает деньги, это могут быть какие-то там, ну, стокопшенс, там, трудно выговаривать, ну, можно, да, тоже бывает, значит, он может там стокопшенс какие-то выговаривать, там, побольше или поменьше количество, он может выговаривать, может быть, какие-то отпускные, там, больший отпуск или меньший отпуск, потому что отпуск вообще, по закону, никто никому вообще ничего не обязан, Поэтому Это такое Одному могут месяц дать, а другому три дня В принципе законно разрешают Вот, поэтому можно Можно где-то выторговывать что-то И самое главное, что Если вы нужны И если у них вот Нету там таких, как вы, еще пять человек На эту же самую позицию, за эти же самые деньги А почему они не должны пойти на встречу Я не знаю Вот, но еще раз, может быть я абсолютно далек От Той ситуации, в которой вы находитесь Понимаете, я просто как тут вот на американском рынке И тоже здесь есть ситуации Где ты не можешь торговаться А есть ситуации, где очень большой люфт Есть, где можно поговорить о том о себе Так что Вот, без учета специфики Да, поскольку я специфики не знаю Из общечеловеческих соображений Я считаю, что договориться до туго Гораздо проще, не надо бы торговывать Ничего, вы же не говорите Я буду работать шесть часов А платить вы мне будете за восемь Тогда бы вы что-то выторговывали Такого, что вам не положено А вы говорите Я работаю свои восемь часов Больше того, я за эти восемь часов делаю Как другой за десять, за двенадцать Но больше восьми я не могу И это не то, что я Просто у меня вот такая семейная ситуация Все Еще раз повторился И мы на этом, наверное, нашу историю и закончили Счастливо, успехов И здоровье берегите Не накаляйтесь, не раскаляйтесь И не говорите, что у вас тяжелый характер Ученый у вас тяжелый характер Нормальный характер, нормальный человек Ничего тяжелого там нет Значит, хороший отец Слушайте, вот еще тяжелый характер Я хороший отец, скажите Это гораздо лучше, чем тяжелый характер Счастливо